Устал бегать? Экс-министр имущественных отношений Вадим Миренков сдался властям спустя два с половиной года после объявления его в международный розыск. Где именно скрывался и кто ему в этом помогал, рассказывать отказался, давать показания пока тоже. Напомним, в 2014-м Вадим Миренков сбежал из московской больницы, как только узнал, что ему предъявлено обвинение. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий и незаконной продаже земель в поселке Чукреевка, а также в халатности при исполнении договора аренды с Омскводоканалом. На вопрос следствия, каким образом была выбрана дата явки к следователю, почему именно состоялось вчера это, Миренков пояснил, что подобному решению он созрел еще в начале этого года, долгое время откладывал свой визит к следователю и вчера наконец-таки решился прийти в следственные органы. А какую-либо связь с рассматриваемым делом Гамбурга он отрицал, говорил, что принял решение осознанно, никто на него не давил. Большие надежды на показания беглого чиновника возлагает защита Юрия Гамбурга. Сегодня в Кировском районном суде на рассмотрение апелляции адвокаты подали ходатайство о допросе Вадима Миренкова в качестве свидетеля по уголовному делу. Кроме того, они просят обеспечить личную явку своего подзащитного в суд, ссылаясь на неудобства конференц-связи со следственным изолятором. Обе просьбы удовлетворены, так что совсем скоро бывшие коллеги, а ныне фигуранты уголовного дела, встретятся. Следующее заседание намечено на 7 октября. Если суд будет объективным, апелляционным, это повлияет серьезно на какое-то изменение приговора. Потому что пока в приговоре Миренков как преступник фигурирует, он появился, он теперь не виноват, я это подчеркиваю, пока не будет приговора в отношении него. То есть у Гамбурга нет группы лиц, как минимум, это уже изменение приговора.